Ну что ж, Даш, так как следующее новое связано с хоккейным клубом Неман, точнее с его очень важной победой, я думаю, что будет здорово, если мы будем с тобой говорить о хоккее и о нашем родном клубе вот в такой вот фанатской атрибутике. Тогда 25 октября мы все смотрели матч Неман-Юность, кто в Минске на самой арене, кто в кафе здесь в Гродно, кто-то дома, мы все страшно волновались. Все-таки Кубок Белоруссии трофей, конечно, желанный, да и юность Минская команда во многом принципиальный соперник. И команда не подвела нас, своих фанатов и болельщиков, и Кубок приехал в Гродно. И нам невероятно радостно, что сегодня к нам пришли в гости представители команды, а также председатель Гродненского фан-клуба Неман, и они расскажут нам о том, что происходило на трибуне Чижовка-арена в Минске. А пока предлагаем вам увидеть все голы Немана в этом фееричном матче. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мы рады представить наших гостей. Я хотел бы представить их поочередно. У нас сегодня в гостях Сергей Михайлович Пушков, главный тренер хоккейного клуба Неман. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Защитник хоккейного клуба Неман Сергей Дорофеев. Доброе утро. И лидер фан-движения Сергей Емельянов. Ребята, мы хотим вас поздравить с этим кубком. Нам очень приятно, что мы первые, куда вы пришли в гости. Ну и, Сергей Михайлович, первый вопрос, наверное, к вам. Вот домашний матч закончился предыдущий с юностью, со счетом 4-5. В Минске вы показали просто фееричный хоккей. И, на мой взгляд, это разгромный счет. 1-4. Скажите, подготовка к какому матчу удалась сложнее команде, вот с вашей профессиональной точки зрения? И какой матч для вас был более драматичным? Ну, наверное, драматичным все-таки, можно сказать, и первый матч был, который мы проиграли у себя дома. Хотя игра у нас получилась очень хорошая. Да, об этом все говорили. Поэтому мы остались, как тренерский состав, остался доволен, в принципе, как мы играли. Но курьезные голы у некоторых получились у нас. А по игре я считаю, что мы абсолютно не проигрывали, а были убедительны, я думаю, юности в этом же матче. Ну, поэтому было не так сложно готовиться к следующей игре. Потому что ребята прекрасно понимали, что готовы обыгрывать эту команду. Тем более нам немножко не хватало на протяжении трех предыдущих матчей в этом сезоне, которые мы проиграли, буквально ведя в счете, и уходила победа на последних минутах матча. Вот. Сделали правильные выводы, подготовились. Я считаю, что уже в Минске, когда нельзя было никуда отступать, всего лишь разница была в одну шайбу. Поэтому я считаю, что мы провели очень хороший матч, сделали правильные выводы после того, что было у нас дома, и добились победы. Ну, наверное, в подтверждение ваших слов я, наверное, спрошу у Сергея, у защитника, как у представителя команды этим утром в нашей студии. Какое настроение было в команде перед поездкой в Минск? Все-таки вы ехали, как я уже понял, только за победой. Было боевое настроение. Команда насралась только на победу. Может быть, даже где-то и лучше, что мы дома проиграли в одну шайбу, а не сыграли там в ничью. Потому что нам нужна была только победа, и мы ехали за победой. И игра показала, что мы здорово настроились. С первых секунд, наверное, показывали, что мы хозяева на этой площадке, и нас поддерживали болельщики. Мы играли как дома, с отличной поддержкой. И выиграли этот матч. Вы знаете, я видела видео, где вас встречали, ваши фанаты. Это было просто нечто вау. А это правда, что гродненские фанаты, они такие самые эмоциональные, самые у нас, не знаю, теплые, да? Я могу сказать, что все болельщики хорошо поддерживают во всех городах, но то, что происходит именно здесь, в Гродно, я такого еще ни в одном клубе, ни в одном городе не встречал. Ну, и, наверное, во многом этот вопрос мы можем адресовать Сергею Емельянову. Я хочу еще раз тебя представить. Это лидер фан, как бы официально это приседатель фан-клуба «Неман», но все-таки ты, конечно, лидер, да? И спасибо тебе, что принес сегодня нам в студию эти шарфы. Ты сказал, что мой шарф и шарф у Даши, и шарф, который лежит здесь у нас на столе, ничем-то отличаются. Расскажи об этом чуть подробнее. Ну, шарфы, которые на вас, шарфы болельщиков Грониевского «Немана», шарф, который лежит на столе, это шарф фан-клуба «Ред Блэк Бирс» и «Гродно Ультрас». Скажи, ну, ты, конечно, это вопрос глупый, ты, конечно, ездил в Минск на матч с юностью. Скажи, сколько у вас человек поехало? Потому что в разных источниках говорят по-разному. Кто-то говорит полторы тысячи, кто-то говорит восемьсот, кто-то говорит тысячи. Ты точно достоверный источник, расскажи об этом чуть подробнее. Как бы официальной цифры нету такой, но по моим подсчетам, предположениям, у нас поехало болельщиков 4 автобуса по 50 мест. Нам автобусы предоставил клуб и город. Были автобусы от предприятий, были автобусы, один был от Лиды. Очень много людей поехало своим ходом на машинах, на бусах, на легковых автомобилях, и на поездах ехали люди. Пришли поддержать нас люди, которые учатся в Минске. Приехали ребята с Молодечно, с Динамо Молодечно, с клуба. Болельщики приехали нас поддержать. То есть у вас дружеские отношения между фан-движениями? У нас почти со всеми движениями в Беларуси дружеские отношения. Это хорошо. Ну вот по поводу дружеских отношений и соперничества. Сергей Михайлович, вопрос, наверное, к вам. Есть ли в Беларуси у нашего Немана, можно сказать, есть такое выражение у моих спортивных коллег, принципиальные соперники? Есть ли принципиальные соперники у нас? Я думаю, что для нашей команды принципиальные соперники все те, кто пытается занять первое место в чемпионате. Это прекрасная мотивация. Наверняка, это как и у всех команд, мотивация в новом чемпионате настраиваться на победителя прошлогоднего чемпионата. Это юность, это понятно. Поэтому более подогрев этого матча всегда идет. Ну а также готовимся со всеми соперниками играть. Потому что если команда ставит какие-то определенные задачи, а задача на этот сезон это как минимум попасть в финал. Ну и понятно, что главная задача это выиграть чемпионат. Поэтому приходится ко всем настраиваться как принципиальному сопернику. Потому что на протяжении чемпионата нужно как можно меньше очков терять. Ну такой настрой гостей в нашей студии, он по-моему очень вдохновляет и мотивирует. Даже нас, людей, которые со спортом не так связаны профессионально, как вы. Я бы очень хотела, чтобы наши зрители тоже вдохновились и прониклись в вся эта атмосфера. И у нас есть подготовка, нарезанное видео с вашего матча, вашей победы. И как ребята встречали после победы. Да, я думаю, мы на секундочку буквально... Хотелось бы просто в продолжение сказать, что для того, чтобы проникнуться этим делом, нужно приходить на стадион, и там совсем другая атмосфера. Чем посмотреть по телевизору или узнать, как команда сыграла. Поэтому атмосфера стадиона, она затягивает. Мы приглашаем всех наших болельщиков. Я обещаю, что и тебя возьму с собой, и мы вместе сходим на следующие матчи Немана. И обязательно вас поддержим. А пока для вдохновения мы посмотрим небольшой видеоматериал. И так церемония на голову меня закончена. Чемпионат Республики Номерус Экстридиана. Экстридиана. Эксеридиана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, видео? Видео просто поразительное. И до этого наши зрители увидели, до нашего интервью, они увидели несколько голов с этого матча. Это просто прекрасно. Скажите, вот мы поговорили о болельщиках. Вообще, насколько важна, как говорят, дополнительный игрок-болельщик на льду, насколько важна поддержка именно болельщиков во время матча? Ну, во-первых, мы играем-то для болельщиков. И особенно гродненские болельщики, которые посещают матч, и большая очень группа поддержки всегда есть. Вот если у нас, как говорится, вот этот шарф говорит о том, что ультрас у нас есть, это самые активные болельщики, которые постоянно поддерживают нас на протяжении всего чемпиона. Ну, не только домашнего матча. Мы на выезде оказываемся, как в домашней обстановке, когда ребята приезжают и действительно нас поддерживают. Поэтому им за такую поддержку большое спасибо. Действительно, я и после матча финального сказал, что это просто армия болельщиков, которая у нас есть, не только в городе Гродно, но и приезжают ребята. Действительно, вот из Лиды были, и в Минске поддерживали нас. Поэтому очень приятно всегда играть, как в домашней обстановке, даже на выездных матчах. А то, что делается на финальных матчах, это просто большое спасибо за такую поддержку. Это всегда лишний игрок на площадке. А вы, наверное, Сергея уже очень много матчей посетили вместе со своей командой. Давно вы? Ну, вообще на хоккей я стал ходить, когда мне было еще лет 12, наверное. В школе. На Гронинске Неман, да. Прогрессив ВСМ команда называлась. Ну, вот уже, наверное, были перерывы, когда я не ходил на хоккей. И вот 26 лет хожу на хоккей, Неман. Последние сезоны вообще домашних матчей не пропускаю, наверное, сезонов 7-6. Ну, может, ты совершил, это, наверное, карьерный рост, да? То есть ты сейчас председатель, это должность. И, ну, мне, например, интересно, что входит в твои обязанности? Как председателя? Как именно вот председатель Гронинского фан-клуба Неман? Как председателя бумагами заниматься всяким. Ходить по кабинетам. А так вообще стоим на секторе, заряжаем, теряем голос, восстанавливаем на следующий день. Как-то. А вы как-то тренируетесь, когда вот эти кричат же обычно на матчах? Нет, если у нас какой-нибудь новый заряд, кричалка, то скидываем в интернет, люди все читают, запоминают. День-два и все, и поем. Ну, и как показывают результаты, ваши старания услышаны командой, и это очень здорово. Ближе к концу нашего интервью хочется спросить вас о планах, хоть вы уже немного сказали. Как вы настраиваетесь, как готовитесь к матчам, в каком режиме работает сейчас команда тренировочном? Немного об этом. Ну, буквально, мы проводим уже последний матч перед перерывом, который сейчас наступит. Потом ребята получат небольшие выходные, два дня, и начнем готовиться к очередному этапу. Небольшие выходные – это два дня. Два дня, да, не к сожалению, а это достаточно. Это хорошие выходные. Это хорошие выходные, потому что на протяжении чемпионата, как мы начали играть, у нас только есть один день для отдыха. Потом практически иногда приезжаем уже поздно. Вот это воскресенье, так расставлены игры чемпионата. А так работаем ежедневно в штатном режиме. Игры четверг, суббота и все время. То есть вы когда стали обладателями Кубка Солея, на следующий день? На следующий день, вот Сергей может рассказать. Да? Изнутри команды, не только от тренерского состава. На следующий день, в 11 утра, у нас уже начались тренировочные занятия. Тренерский штаб нам сделал небольшую поблажку. Мы не пошли на лед. Мы позанимались чуть в зале и поиграли в баскетбол. Чуть-чуть зарядились эмоциями. А на следующий день уже играли в матч регулярного чемпионата. Насколько я понимаю, даже обладатели Кубка Солея не могут расслабляться? Времени нет. Настолько плотный календарь чемпионата, игры на Кубках было. Практически получалось три игры в неделю. Сейчас немножко будет по-другому, будет по две уже, потому что Кубок закончился. Поэтому возможности для больших перерывов расслабиться нет. Только в отпуске. В отпуске. Не расслабляетесь вы. Настоящие мужчины. Не расслабляются и болельщики, насколько я понимаю. Ну что ж, Сергей Михайлович, ребят, спасибо огромное, что пришли этим ранним утром. Еще, видимо, до начала тренировок пришли к нам в студию. Мне безумно приятно. Вы просто заряжаете вот эти вот атмосферы. Боже мой, потрясающая атмосфера. Большое спасибо. Мы пожелаем вам успехов. И, конечно, постараемся, очень постараемся не пропустить ни одного матча нашего Немана. Огромное спасибо. Я приду. Спасибо. Продолжение в Монсектор.